Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Так, мы на балл на выставке. Что-то как-то пока совсем не весело. Вот, наверное, она. Денис, здорова. Кстати, Денис. Это Илья. Так, мы на выставке. Что-то как-то здесь совсем народу никого нет. Очень как-то все не весело. Но мы начнем сейчас свои ухождения. Может быть, что-нибудь найдем. Интересное, что-нибудь и найдем. Печная спичка. Денис, куда мы пойдем? Какого лучше? Может быть, по кругу и там какой-то... Ямако. Ямако. О, это да. Это мелочная. Она даже в кадр у меня не получается. Каер. Вот, что-то хорошее. Вот, какие-то тихо. Монторы, шмоторы, запчасти. Бочки из тех. Лодочки из такие. Это лодки. Что-то как-то сегодня, по-моему, собрали в одной куче. Звери большие. Я ведь, серьезно. Вот, какую нам надо. Вот это вообще великое дело. Регистрация точно не нужна. Так. Яма. Я с ямой попрощался. Регистрация точно не нужна. Это я понимаю, партнер. Как-то пока, ну, вроде бы... Очень интересно, но ничего не понятно. Да, вроде бы интересно, но как-то скучновато, скажем так. Не весело совсем. Вчера что, народ пил, что ли? Так, пожарная охрана с арганским казаном. Здесь какой-то шмот. Ботиночки. Тебе ботиночки нужны? Блин, мне костюм нужны. Тряпочки. Даша. Девушка, здравствуйте. Что у вас представлено нового в этом году? Новинки. Да. Сумки с контейнерами. Новинки. Термосы для еды. 307 серия, 308 серия с контейнерами. Бобром, я уже понял. Новинки. Отдельный контейнер, как термос. И сам термос для еды. Новинки серии питьевые. Новые принты. Новинки. Прямо сверх-сверх. Ничего такого нового нет. Все, в принципе, как и технологические. Ну и мы придерживаемся нашей классики, чтобы все нужно шокировать. А, еще есть новая серия. Вот. Это 106250. Это из вот этой же модели. 106200, но только для меньших вариантов. Такая же складная ручка, термос, лухая пробка. Пробка позволяет не откручивать до конца, ее не вытаскивать, а уже можно наливать жидкость. Очень удобно, что помогает сохранять тепло. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Это у нас Арктика. Денис нашел ящичек. Интересно. Кстати, такие ящики многие используют. Знаешь, потому что подземные уточки. Подземные уточки. Пляжечки. Дырнокружечки. Так, вот костюмчик. Интересно. Привет, друзья. Приглашаем на сцене. Участие. 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 Генерального спонсора выставки. Компания. Поймает. Свою удачу. Вашу. Более старше. 50 банаков. На общем. А сколько такого плана курка стоит? 29. Участие. Участие. Рыболовов. У меня канал о рыбалке. Поэтому, наверное, больше. Сейчас будет интересно, наверное, какая-то весенняя, летняя. Ну, какие-то дименционные какие-то вещи. Да. Немножко расскажу про нас. Компания ХСН. Мы уже 27 лет на рынке. Это российское производство. У нас свое производство. Которое находится в городе Чебоксары. То есть, свои производственные площадки, где мы шьем одежду, обувь, куш-галантерею, чехлы ружейные, чехлы рыболовные. То есть, все делаем для рыбалки, охоты и активного отдыха. На этой выставке мы презентуем новинки. Как и летние, так и зимние новинки. Но сейчас, конечно, больше мы привезли зимние новинки. Потому что сейчас начинается у нас... Так как мы производство, и мы уже думаем о будущем. Поэтому сейчас мы получаем как раз предзаказы на осень и зиму 2021 года. И вот хотела бы вам показать несколько новинок. В компании ХСН два бренда. Это средний сегмент, средняя ценовая категория. Это ХСН и Шаман. Это наш премиум сегмент. Отличаются они, во-первых, технологиями. То есть, Шаман более технологичная одежда. Более высокие показатели мембраны. Например, костюм... Это Энглэ костюм. Костюм-поплавок. Зимний костюм. Рассчитан до минуса сорока. Мембрана. Мембрана восемнадцать на пятнадцать. Восемнадцать это верхний показатель водонепроницаемости. И пятнадцать паропроницаемости. То есть, костюм, который хорошо дышит. Плюс еще защищает вас от сильного ветра и дождя. Поплавок. Здесь есть уникальные плавающие элементы. То есть, основы этого костюма. В чем еще здесь фишки такие интересные? Допустим, мы сделали, продумали такие вещи, например, как съемный манжет. Его можно снять. Что у рыбака в первую очередь пачкается? Это, конечно же, манжеты. Манжеты, которые можно отстегнуть. Более того, он еще и комплектуется таким манжетом. То есть, такая вот интересная особенность этого костюма. Подклад кип-хит. То есть, подклад мы используем очень технологичный, всемирно известный подклад кип-хит, который работает за счет отражения тепла тела человека. Вот кип-хит. Посмотрите. Он защищен специальной сеткой, то есть, серебрянка, серебро, которое защищено специальной сеткой. То есть, подклад у вас будет долгое-долгое время служить и не истираться. Ну, вот тут комбинированный у нас подклад. Сверху флис. То есть, в этом костюме мы продумали даже такое то, что больше всего у нас замерзает. Это плечи. Это у нас эти места ног. Это лопатки. То есть, спина. Все это у нас дополнительно утеплено флисом. 350-граммовым флисом. Что еще вкратце могу сказать? Во-первых, костюм полностью проклеен. Мембрана. Прочная ткань. Поплавок. Высокий полукомбинезон. Теплый костюм. Плюс еще можно здесь пристегнуть спасательный жилет. Называется Энгла. Это новый костюм, который появится в продаже в ноябре, в декабре 2021 года. Приблизительно. Цена какая? Цена розничная примерно 40 тысяч будет. Может быть, чуть больше. Ну, где-то 40 примерно. Ну, качество, конечно, хорошее. Теплый, продуманный костюм. Комплектуется, как я говорила, вот. Да, кстати, карман интересный. А это что такое интересное? Это датчик внутренней вашей температуры. Чтобы вы всегда могли посмотреть, как у вас там замерзли вы или нет. Если что, дополнительно утеплиться. Вообще, шаман – это послойная концепция. У нас также есть свое термобелье, которое мы сами производим. Термобелье первого, второго слоя, термобелье с мерина, флисовое термобелье. Поэтому, если соблюдать правильную, послойную концепцию, именно правильную утеплиться, то вам будет очень комфортно даже при экстремальных температурах, минус 40. Такой костюм. То есть, множество, множество разных еще кармашек наблюдают? Да, это, кстати, влагозащитный карман. Здесь специальная влагозащитная молния. То есть, если вы случайно попали, провалились под лед, ваши все гаджеты, телефоны будут в сохранности. Влагозащитные молнии, все проклеенные молнии. Вот, посмотрите, как внутри все. Очень качественно. Плюс дополнительная влагозащитная планка, твердая планка. Вентиляция. Все продумано. Да. Эта вентиляция открывается? Да, да, да. Все продумано здесь. Ну и сам дизайн, он очень современный. То есть, куртку можно носить, даже если вы пойдете по городу в таком костюме, в такой куртке, она будет смотреться очень стильно. Да, очень красиво. Не дешево, конечно, но красиво. Ну, шаман, да. Тут у нас все-таки, как я еще раз говорила, это совершенно другие ткани, технологии, поэтому такой костюм априори не может быть дешевым. Хорошая вещь должна свой день. Да. Что еще расскажете? Это рыбалка. Вот еще один шаман костюм. Это для охоты костюм-трекер. А вот смотрите, я вас немножко перебью, у нас Денис как раз увлекается охотой и он ищет костюм себе, знаете какое? Чтобы лазить по всяким керновым кустам, чтобы сразу не порвался. Вот есть у вас что-то такое? Мы сейчас к этому вернемся или может быть это он? Мы трогали, пощупали? Он не цепляет, то есть ни репейники, ничего к нему не прицепляет. А если, допустим, ну, грубо острый шифт, сразу порвет? Нет, думаю, что не сразу. Это такая прочная ткань. Конечно, любую ткань можно порвать, но здесь... Нет, просто вот если, допустим, вот такая ткань... Продуманы такие вещи, то есть костюм, как вы видите, комбинированный. В местах наибольшего истирания, то есть где вы именно, которые подвергаются, подвергаются большему износу, мы скомбинировали тканью кевлар, которая, во-первых, не горит, не режется. Это кевларовая нить всем известная. Вот, поэтому про этот костюм можно сказать, что он именно вам очень подойдет для тех, кто лазит по горам и преодолевает разные препятствия. Это наколеники, зона седалища. В спинке тоже внизу кевларовая ткань. Внизу тоже кевлар. Плюс это кевлар необычный, а кевларовая ткань, которая с мембраной, то есть она еще не промокает. Мембрана здесь 10 на 20 тысяч. Костюм хорошо дышит. Такой идеальный костюм для ходовой охоты. Мы продумали такие вещи, как, например, подвески для манков, которые можно убрать, если вам не нужно. Для левши, для правши, то есть, видите, они с двух сторон, чтобы было удобно. Молнии все проклеены, влагозащитные молнии. Плюс здесь еще есть карман, который, может быть, сразу и не видно, который спрятан у нас под планкой. И еще такие кармашки, очень удобные для разных мелочей. Внутри влагозащитный карман, юбка со специальной резинкой на латексе, подкладки пхит, которая работает за счет отражения тепла тела. И этот костюм тройка. Он комплектуется вот такой вот флисовой теплой кофтой. Флис 350 грамм. Довольно-таки очень теплая флиса. И сколько такой костюм стоит уже тройкой? 37 тысяч будет его розничная цена. Шапкой? Еще шапочка. Кстати, шапочка только у нас на другом манекене. Да, мы ее туда... Да, такая же флисовая шапочка. Нет, серьезно. То есть, он комплектуется еще и шапкой. Этот костюм комплектуется сигнальным жилетом. Сигнальным? Да, сигнальным жилетом. Все шаманы. Охотничьи костюмы, они комплектуются оранжевым сигнальным жилетом. А, я понял. Это светоотражающий. Потому что на боте это очень... Да. Крутая. Все, все, мы поняли, мы поняли. Суть мы поняли. Украли. Украли уже? Уже украли. Да, ну все наши шаманские костюмы комплектуются. Это обязательно. Высокий теплый полукомбинезон. Видите? Дополнительная ветрозащитная планка. Уже с ремешком, кстати. Да, с ремешком. Еще плюс здесь разные кармашки для ножей. Такие удобные карманы. Внизу юбка у полукомбинезона. Юбка, кстати, со специальным крючком, который можно зацепить за шнурки, чтобы юбка у вас не подымалась. Вот такой же датчик внутренней температуры. И я обратил внимание, что есть еще, как они правильно называются? Кстати, да, стопоры про них не сказала. Обратите внимание, это специально для оружейного ремня. Чтобы вам было удобно, не сползал. Плюс еще есть антимоскитная сетка. Мы называем это еще вуалью, кстати, дополнительная маскировка. То есть можно использовать антимоскитную сетку как маскировку. Такой костюм трекера называется. Это демисезонный костюм. Температурный режим минус 15. Это у нас считается экстремальным. До минуса 15 трекер. Красиво и радует, что это уже в России вы делаете все. Да, в России. Плюс еще он будет выполнен еще в трех камуфляжах. То есть это у нас камуфляж саванна. Это на дичь. Также будет камуфляж дубок. Открытая местность. Это охота в горах. И получается еще будет форест. У нас это зеленый, такая зеленая расцветка. Вот, кстати, я вам могу ее показать. Чтобы было понятней. Еще одна шамановская расцветка. Шамановский камуфляж. Кстати, наш эксклюзивный камуфляж, который мы сами разработали. Это форест. Камуфлируется летом хорошо. Кстати, даже и зимой. Симпатично. Ну, и еще бы хотела рассказать вам про костюм поплавок. Это ХСН. Это наша другая коллекция, которая более бюджетная, можно сказать, коллекция. Сколько стоит сразу? Такой костюм стоит 24 тысячи просьб. Это костюм поплавок. Это уже более народный, да? Да. Обратите внимание, у нас изменился логотип. Сейчас рыболовный логотип в ХСН выглядит таким образом. Чтобы тоже все понимали. Ну, что здесь? Чем он отличается? Вообще, Рескью, наши костюмы в ХСН, они считаются легендарными костюмами поплавками. Мы их уже выпускаем много-много лет. И каждый год мы их обновляем. Поэтому это Рескью 6. У нас есть Рескью, Рескью 1, 2, 3, 4. То есть мы дошли до шестого Рескью. Он самый последний, самый такой обновленный. Чем он отличается от остальных костюмов поплавков? Во-первых, мы добавили плавающего элемента. В рукаве есть и проложен по всему костюму и по всему полу комбинезона. Дальше мы сделали вот такие вот вещи интересные. Допустим, дополнительный карман, который можно отстегнуть. Карман с коробкой. Не нужно, вы его убрали. Вот он на бок. Съемные манжеты. Да. Там коробка. Съемные манжеты. Манжеты на молнии. Испачкали. Можно спокойно снять, постирать. Плюс еще этот костюм комплектуется дополнительными флисовыми манжетами. То есть, они такие будут флисовые. То есть, у них еще в комплекте идут флисовые манжеты? Да, еще флисовые. Сейчас вам покажу, где они. Даже, кстати, не флисовыми, а комплектуются неопреновыми манжетами. Запасными, да? Да, вот запасные неопреновые манжеты. Вот. Чем еще комплектуется? Комплектуется специальным флисовым платком для оптики. Вот здесь. Комплектуется флисовым полотенцем, который можно зацепить на ногу. Допустим, что у нас рыбаки обычно сидят, руки пачкают. И чтобы было им комфортно, они вот зацепили полотенцем. Вот и пользуются. Очень удобно, кстати. Ну, много приятных мелочей. Спасалками комплектуется. И свистком. То есть, раз, два, три, четыре опции, да? Я назвала. Четыре опции здесь. Ну, и, конечно, вот такие вот разные приблуды для рыболовных инструментов. То есть, в учету полотенцем. Ну, много-много реальных мелочей, которые полезны, которые отдельно докупаются. Здесь все есть. Плюс мы увеличили воротник. Он стал высоким, теплым. Высоким и теплым. Внутрь добавили влагозащитный карман, проклеенный карман с термодатчиком. Специальная молния влагозащитная. А как вообще, ну, вот они, то есть, они по размеру уже подходят. То есть, я в нем вдруг впадаю, я точно не утону. Нет. Здесь-то, кстати, еще в этом костюме мы продумали перфорацию ткани. Для того, чтобы, если вы случайно попали в воду, чтобы вода быстро у вас вытекла из вас. Вот. Перфорация ткани на рукавах. На куртке сзади. И на полукомбинезоне внизу тоже ткань перфорированная. Чтобы быстро, еще раз говорю, вода от вас вытекла. Съемные наколенники. Вот они снизу снимаются. Дополнительная защита пленкой. Пленка термоустойчива. На морозе с ней ничего не случится, не отклеится. В этом будьте 100% уверены. Высокий теплый полукомбинезон. Ну и, конечно, когда вы одеваете костюм поплавок, не забывайте пристегнуть все стропы. Это очень важно. Потому что многие об этом забывают. А это, в первую очередь, безопасность. Все это здесь будет усмотрено. Костюм поплавок Rescue 6 в двух расцветках. Это махагон расцветка и есть еще и зеленая расцветка. Пока у нас он в двух расцветках. Ткань Hardguard. Это разработанная нами ткани. Мембранная ткань. Показатели мембраны 15 на 10. 15 водонепроницаемость, 10 паронепроницаемость. Поэтому отличный костюм. Очень рекомендую. Что еще интересного? Теперь, наверное, может быть что-нибудь про весну и лето? Да, теперь у нас летний костюм. Летний костюм от 0 до 20. Костюм Angle. Мембрана. Ткань называется Скандинавия. Мембрана 10 на 10. Комплектуется спасательным жилетом. Очень легкий. Гимс уже нормально, да? То есть отдельно уже ничего одевать не надо? Не надо. Вот, все. Вы можете его отстегнуть, можете притягнуть. Все это вместе идет. Очень легкий костюм. Ветрозащитный костюм. Влагозащитный костюм. Влагозащитный костюм. Высокий воротник. Я уже в него влюбился. Отличный там внешний вид. Посмотрите. Новый костюм Angle. Шаман. Влагозащитные молнии. Костюм полностью проклеен. Все изнутри. Все снаружи тоже молнии. Все проклеены. Вот эти швы проклеиваются. Это все прочно держится? Не отклеивается? Ничего не отклеивается. Как стирать вообще? Как он долговечный? Сколько он стирок выдерживает? Бывает, возьмешь какую-то вещь. Классная, красивая, симпатичная. Понятно, что это, наверное, некачественно и неправильно. Но бывает, что швы, которые проклеены, ленточка специальная. Она отклеивается потом. И, соответственно, уже по этим швам во время себя должна протекает. Здесь это все качество. Самое главное соблюдать здесь именно при стирке температурный режим. 30 градусов, да? 30 градусов. Это максимально. Специальные у нас есть не порошки, а гели для мембранных тканей. Их уже очень много на рынке. Это обязательно. И сушить ни в коем случае не на батарее. Вы можете рядом повесить батареи, но рядом. И то на какое-то недолгое время, если хотите быстро его сушить. А вообще лучше сушить на этой поверхности. Сам по себе, короче. Выскалусь. Да, да, да. И выжимать. Не нужно ставить отжим. 1800 оборотов. Достаточно 400 оборотов. Для такого костюма у вас быстро стечет. В принципе, такие элементарные правила ухода, которые нужно обязательно соблюдать. Цена в среднем какая-то она будет? Цена этого костюма. Так, думаю, розничная цена. Я вспоминаю. Так, ну где-то будет 27 тысяч. Это будет костюм. Полукомбинезон. Он появится в продаже тоже в конце этого года. Только вот извините меня. Алло, парень. А где? Как? Улепесить я буду. Вот так вот, да. Придется как-то снять. Да, да, да. Ну вот это вот, кстати, упущение. Как-нибудь сейчас переделать. Надо как-то опустить пониже. Хорошо, хорошо. Передадим. Ну симпатично. Нравится мне всякие симпатичные. Вроде бы ничего. Вроде бы серенький, да. Но красная, раз, молния вставочка идет. Надпись беленькая. Ну вот симпатично, реально. Он еще комбинируется с... Вот за 9 черная такая ткань. Это стрейчевая ткань. Она еще плюс стрейчевая ткань. Тянется для того, чтобы удобно вам было ходить, сидеть. В куртке и сзади в зоне седалища. Костюм Энглэ. Летник. Костюм Ног. Пожалуйста, можно и осенью, если утеплиться. Одеть даже... Флиз? Вот, даже вот. Можете надеть шилетку пуховую. Вам будет очень комфортно. Даже при... Ну, я думаю, что минус пять. Минус пять он выдержит. Вам будет комфортно. Минус пять это... Именно двигаться или вот просто сел? Я думаю, что... Да, сидеть вряд ли, двигаться. Двигаться. То есть... А так, в принципе, если пуховую куртку оденете под низ, то нужно и сидеть. При минусе пяти. Это как верхний слой. Который защищает от ветра... Ну, я думаю, термобелье, флиз и его сверху, и можно... Да, да. Это как верхний слой, который защищает вас от ветра, от дождя. Поэтому, в принципе, все, что вы выдержите. А про дождь мы сказали. Сколько он выдерживает? Выдерживает, ну, это десять тысяч в верхнем показателе. Ливень не выдержит. Сразу говорим, это не дождевик. Это влагозащитный костюм. Это моросящий дождь, не сильный дождь. Вот при не сильном дожде спокойно выдерживает пять часов. Ну, в пять часов спокойно. Да, да, да. Если будет косой ливень, там, слотки, то где-то, наверное, через три часа вы уже почувствуете, что начинает уже течь. Симпатично. Это рядом такого же плана что-то, да? Да, рядом. Это на минус двадцать. Костюм тоже комплектуется, получается, спасательным жилетом. Ткань. Это потолще уже. Да, более такой. Тут с утеплителем костюм. Ткань прочнее здесь. Тут же теплее. Это подороже уже будет стоить, да? Да, это подороже. Примерно ценатого костюма 35 тысяч будет в розницу. Пока я цену говорю примерные. Костюм тоже. У нас их в Шамане три костюма Энгле. От плюса двадцати до минуса сорока. Получается, первый костюм вам показал был на минус сорок. Это на минус двадцать костюм. И вот на плюса это летний уже костюм Энгле. Лето. Отличается тканями, утеплителем. В утеплителе здесь Альполюкс идёт. Это очень известный утеплитель, который комбинированный, где есть птическое волокно и волокно шерсть Мирина. Альполюкс. Спасибо большое. Ну, наверное, рассказала про наши топовые костюмы. А так вообще, допустим, бюджет, если бюджетные костюмы, опять же, лето, демонстационные какие-то, вот сколько они приблизительно летний костюм стоит 3-4 тысячи. А если говорить про демисезонные костюмы, где-то за 8 тысяч можно приобрести костюмы. Это мы всё говорим, которые дождик первый, да? Да, мембранный костюм. Это всё мембранный костюм, то есть летние 3-4 тысячи. Да, 3-4. 3-4 нет, это не мембрана, это будут хлопковые костюмы легкие. А, хлопковые. Если мы говорим про мембранные костюмы, они будут стоить 8 тысяч от 8 тысяч, ну или там уже и выше. Зимний костюм можно приобрести за 12 тысяч. Будет тёплый диксон. У нас такой костюм есть. Как называется ещё раз? Диксон. Диксон, да? Вот. Стоит 12-13 тысяч примерно так. Очень тёплый костюм. Мы позиционируем его до минуса сорока. Ладненько, спасибо вам большое. Спасибо. Мы на сайт к вам зайдём, тоже посмотрим. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Побежали, побежали дальше. Время прожимает нас. Стенд. Максимус. Динайв. Волжанка с нера, по-моему, там, да. Кадарова. Так, сплю. Симпатичные вроде бы такие, но вот... Отзывов положительных я ещё там не слышал. Наш газ. ФС? Нет. Следующий элит поколения. Вот элит 7ФС. По-моему, вот элит 7ФС. Ну, элит 7ФС. В 123 розни всё так. Ну, в 1-1 со скидкой. Может, те же самые два подарка. Вот так. Элит 7ФС. А это... А это... Термо холодильник. Термо холодильник. Здравствуйте. Здравствуйте. Компрессорные холодильники. Какие у вас? Вот эти стоят, да? Я это понимаю? Три белых, термоэлектрические. Вот эти все остальные компрессорные. Компрессорные. А компрессорные холодильники, они работают 220, 12, 24 и газ или газ нет? Без газа. Без газа. На газу вообще нет. Да нет. Как открывается? Боковая. Ой, а вон, подключен. То есть от плюс 10 до минус 25 температуру установлены. Тут у кого-то ценики висят. Ну, в принципе, они где-то так и стоят. Даже в принципе. Ну, да. Неплохая цена такая. Большущий выбор. Как стенд называется? Липхоф. Еще раз. Липхоф по названию. Стенд Липхоф. О! 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 Вот. Вот мой любимый тормозчик. Sakara Tiger. Кстати, очень удобный. Реально удобный. Да! Они сейчас добавят, на грен... Да! Смотри, какой это вообще самоварм... Друзья мои, мы продолжаем путешествовать по выставке и сейчас мы на стенде компании Кемпинг. Данная компания представляет продукцию, это известная уже камера подводной коллекса, термосы Тайгер, у меня некоторые продукции из них есть и сейчас консультантам что-то интересное, более подробно об этом расскажет. И термосел, это отпугивающее средство от комаров, не знаю от мошки работать или нет, сейчас мы у консультанта все узнаем. Здравствуйте! Привет, друзья! Вы обратились как раз по адресу. Я сейчас расскажу про японский бренд Тайгер, потому что этот термос известен уже более 100 лет. Это бренд, который и сейчас производится на территории Японии с переносом производства во Вьетнам и Китай. Смотрите, японцы делают эти термосы сами для себя и большая часть реализуется на территории Японии. Почему? Потому что это термос из нержавеющей стали, которая специально прокатанная для того, чтобы она была максимально легкой при большом объеме. То есть вот этот вот термос весит всего ничего, имеет прекрасные ручки. А всего ничего и сколько? Всего ничего, вот возьмите в руку. Он весит где-то граммов, наверное, 350. Ну, наверное, да. Это на метраж какой? Это 1,2, при том, что у него усиленная защита корпуса. Его можно там бросать в лодку, наваливать на него консервы, садиться, он не повредится и не лопнет. Смотрите, это универсальная модель. Почему универсальная? Потому что у него широкое горло и сюда можно как напитки, так и еду помещать. И здесь суп, рагу, чай, все что угодно. Потом толстенная пробка, которая не дает делать теплопотери. И нажали кнопочку, налили с любой стороны, за крепкие ручки подержали. Даже если рука там в рыбе, в слизи, вы никогда в жизни его не упустите, не утопите, ничего с ним не будет. Но ручка удобная, да. Ручка удобная, ручка складывается. Вот интересная, ручка складывается, да. Ну, ручка складная, да, она убирается. Оп, да. А очень интересно еще вот эта вот фейка, которая мне понравилась. То есть мы просто как бы, да, накрываем, мы никогда не забудем его закрыть. То есть мы накрываем, и когда закручиваем, он сам автоматически закрывается. Совершенно верно, пролить невозможно. Даже если вы там, не знаю, в темноте налили, оставили открытый, хоп, пиалка, крышка, кружка, закрыли, все, он герметичный. Держит, как зверь, то есть через сутки вода будет горячая, потом потихонечку, полигонечку начнет остывать. И чем он мне еще нравится, почему его берут охотники и рыбаки, И даже если вы выпили половину, она все равно горячая. То есть термосы для, скажем так, для городского использования, они хорошо держат тепло, пока они полные. Когда вы отпили, они начинают остывать, а тут вот столько осталось, а она горячая. В чем секрет? Секрет в слоях. Ну, в толстой стенке, да? Наоборот, стенки тонкие, но вакуум, максимальный вакуум, какой только возможен, спецоборудование выкачивает воздух максимально. И здесь есть то, чего нет в других термосах. Здесь, в каждом термосе, внутри колбы, слой меди. Медная фольга, которая создает дополнительный термоэкран и не дает теплу проникать наружу. За счет этого дополнительные термосвойства имеет этот термос. Есть термос кемпинговый, то есть термос с помпой, налили 4 литра. Сколько он держит такой? Такой держит больше суток полный, потому что там огромный объем, он очень... Ну, это как самовар на большую компанию. Да, то есть его, он, ну, скажем так, в рюкзаке его не понесешь, это именно стационарный поставил, если там кемпинговый лагерь или кейтеринговый вы... Сидите просто в беседке, наверное, да, как бы что-то постоянно не подогреваете. Сидите, подливаете, да, кайфуете, беседуете, за жизнь. Удобная вещь, удобная. Это для еды. Вот этот термос, там внутри 3 емкости. Можно наложить суп, рагу, там и что-то еще. И прям полноценный обед для одного или двух человек. Скажите, еще вот интересно про фильтр, наверное. Денис тоже пользовался, мне рекомендуют. Расскажу про фильтр, но напоследок, пока я отмошу термос, скажу такую штуку. Гарантия на термос и Тагер 15 лет на термосберегающие свойства. То есть, если через 14 лет и 364 дня вдруг у вас термос перестал греть, просто приносите, мы его меняем. Вашу компанию? Да. Компанию Кемпинг, да? Кемпинг. Электронная гарантия, у нас собственный сервис-центр. Привет. Вот так вот. Сейчас отнесу все дальше, скажу. То есть, по сути, можно через 14 лет просто новую взять. Да, вот один один и 36. 15. Так, сейчас нам расскажут про фильтр, интересные какие-то вещи. И еще мы, наверное, термосел, обратим внимание, про термосел что-нибудь расскажем. Вот этого фильтра для воды швейцарской компании Кэтадайн. Мы его по-простому называем Кэтадин и сами пользователи к нему привыкли. В чем смысл? Если у вас есть в рюкзачке этот фильтр, вы просто подходите к любому водоему. Болото, торфяное озеро, лужа, все что угодно, где есть вода. Просто накачиваете ее из этого болота в бутылку, и у вас сразу чистая вода, которую можно пить. Там насос, то есть система насоса. Там система насоса и, самое главное, система керамических фильтров, которая отфильтровывает мельчайшие... А фильтры сами дорогие, нет? Фильтры сами... Отдельно картриджи продаются же, да? Отдельно картриджи продаются, их можно менять. Они... вот они... А на сколько их хватает? Хватает их намного. Там есть разные модели фильтров, и хватает их от 200 литров до... Есть модели кемпинговые до 40 тысяч литров. Дэн, а ты как меняешь? Так, да? Я еще не менял. Еще, наверное, не менял? А пользуешься часто, да? Ну, я не сказал, что сейчас пользуюсь, пока не менял. Денис просто по горам лазит, вот, увлекается охотой, и вот он берет с собой... Да, да, то есть, чтобы не тащить с собой воду, вот, просто этот фильтр, который весит 430 грамм, вы бросаете в рюкзак, и вот любой водоем, вы оттуда накачиваете, размер пора этого фильтра 2 десятые микрона. То есть, он фильтрует все вообще. Все бактерии, все примеси, все остается за бортом. Вы пьете только чистую, почти дистиллированную воду. А теперь я вам расскажу про то, как спастись от комаров на природе. Так, сейчас, секунду, я просто смотрю, вот это, это фильтр, это тоже все фильтры? Вся эта витрина, это фильтры, просто они различаются тем принципом действия. То есть, вот это прокачной фильтр-насос, накачали, вода появилась. Вот это вот фильтр гравитационный, то есть вы, вот, гравитационный, вы набрали... Да, у тебя именно вот такой-то, да? Это тоже насос, а вот это вот вы набрали воду, повесили на сучок, и она вниз просто под воздействием. Крайник открывает, там, то есть, и все, и там вот чистая вода. Он просто сам стекает и очищается. Сколько в среднем они стоят такие? Ну, так, по-русски вот эту. По рознице сейчас, Дим, подскажи, пожалуйста, по розничной стоимости фильтров. Фильтр сколько приблизительно стоит? Приводите, да? Ну, сколько стоит? Вот это точно 38, это я помню стоит. Знаете, порядка, ну, 15-20 у них ценовой. Ну, при всякоме, на сайте люди могут, наверное, посмотреть. Ладненько, не будем затягивать, давайте перейдем к средствам от комаров. Сразу вопрос, эти данные девайсы, они спасут меня весной, не весной, а летом, от астраханской мошки? Смотрите, кто-нибудь тестировал? Эти приборы работают от комаров, от ос и от пчел, от шмелей. И от слепней. Спасибо, коллега. От мошки они не предназначены. Безусловно, они как-то влияют на мошку, но мы не... Масоквазики, да, да. Сами по себе не работают. Но, если капнуть на пластину масла в различных листьях, то начинает работать от мошки. Смотрите, принцип работы этого прибора. У вас есть удивительная возможность сегодня. Антон, в 13.30. 13.30. Что представляет из себя прибор? Вот эта модель такая пикниковая, кемпинговая. То есть, она ставится там на стол или на землю. Внутрь вкручивается вот такой вот газовый картридж. Сверху вставляется пластина с репеллентом. Дальше система пьезоподжига. Вот так она щелкает. И газ начинает тлеть и нагревать пластину сверху. Пластина за несколько минут окутывает помещение, не помещение, а площадь 20 квадратных метров. И защищает сразу несколько человек вот таким вот пополом от комаров. То есть, прям не в шатре, а просто под открытым? Именно на улице. Ничего не надо. Не мазаться, не брызгаться. Просто включить, поставить, подождать несколько минут. И до 10 человек мы одновременно спасаем от комаров в течение 4 часов. Постоянно должен работать он? Да, он должен работать постоянно. Он не уничтожает насекомых, он просто отпугивает. Это репеллент, а не инсектицид. Сколько по времени работает сама пластина и на сколько хватает этого картриджа? Одна пластина работает 4 часа, затем ее нужно заменить. В комплекте 3 пластины и 1 картридж. Одного картриджа хватает как раз на 3 пластины. То есть, на 12 часов защиты от комаров. Ясенка. Значит, вот это, это походное. У меня что-то такое похожее было. Очень давно я покупал, но немного не знаю. По-моему, тоже был тормозил. Наверное, у меня старая просто какая-то продукция была. Это не старая продукция. Это у меня просто. У меня немножко другое. Да, они действительно меняются, они усовершенствуются. Принцип действия тут точно такой же. Вот здесь вот газовый картридж, вот здесь пластина. Отличается только форма. Все остальные, в принципе, действия то же самое. Но его еще можно носить на ноге, я так понимаю. Его можно, там есть модели с клипсой, можно на пояс прицепить, можно в рюкзак повесить, в кармашек. Можно просто держать в руке, как нравится. Я на ногу, там ремешки должны были быть. Я на ногу цеплял. Да, есть такая модель с сумкой, которая прикрепляется к ноге. А некоторые люди даже вешают на собаку, чтобы ее не кусали комары. Сколько в среднем цена, допустим, вот этого вот, ну скажем, стационарного, и которого вот у вас в руке перемещаются? Цена их 2500 рублей. А, ну недорого. Это уже в комплекте с картриджами, да? И тот, и тот стоит одинаково, да? Да, вместе, вот этот чуть-чуть подешевле, чуть-чуть, в комплекте идет сразу картридж и три пластины. Отдельно можно приобретать комплект на 12 часов и комплект на 48 часов. А сколько комплект стоит? Комплект на 12 часов стоит 600 рублей, а 48 часов стоит 2000 рублей. Здесь три картриджа и 19 пластины. Ой, четыре картриджа и 19 пластины. Я с ним. Американский бренд работает, работает. Я себе такой купил. Слышали, видели, да, и в ютубе видели от многих. Просто вот с мошкой, да, вот интересно, я не додумался, если реально капнуть на пластинку масло гвоздики, то по идее должно работать от мошки. Раз мы это проверим, наверное, в южльской поездке, попробуем. Еще прибор чем интересен? Он не имеет никакого запаха. По поводу вот вредности, он не вреден вообще? И он абсолютно гипоаллергенен. То есть можно использовать при детях, при домашних животных, при ком угодно. Его используют охотники, которые сидят в засидке, потому что есть пластины с запахом земли. Сейчас они на стенде закончились, но они есть. То есть он не только как бы отгоняет комаров, он еще и маскирует запах охотника, и зверь не обращает в него внимания. Надо еще придумать не запахом земли, а запахом каких-нибудь, извините меня, фекалий животных, чтобы приманивали лосянов. Да, сидишь в засидке, юхаешь эту фигню, и лось к тебе тоже идет. Вы правы, вы правы. Матери, охотники, у которых есть это все в арсенале, действительно могут капнуть что-то на пластину. А, кстати, да. Запах начнет распространяться, потому что он нагревается, и такой эффект возможен. Я слышал о таких случаях. Я сам не охотник, не пробовал. А я вот сам догадался. Так, все, мы сейчас тогда двигаемся дальше. Спасибо вам большое за интересные рассказы. Приходите еще. Состоянный сезон рыбалки. У них неплохая фурнитура. Плечочки. И застежечки и кольца. Экстенд в лондер. Тут есть интересные перчатки. Рыбку брать. И перчатки, которыми я пользуюсь, это вот такие. Перчатки 1400-200 черные. Очень хорошие перчатки. Рекомендую, друзья. Дэн, давай я с собой вечер возьму. Это идеальное решение. Я настолько был поражен три года назад, это только это необычный. Великий любого союза власти. Великий любого союза власти. Ну, друзья, мы продолжаем с Денисом путешествовать по выставке. Но что-то как-то, прямо чтобы показать, что-то особо ничего мы не видим. Очень похоже на рынок. Да, какой-то большой рынок. И что-то как-то и не весело, и народ так как-то все... Ну, очень много, наверное, всякого вот реально какого-то каких-то разных-разных вещей. Тут все смешали, все в одно. И ножи, и... И даже не знаю, все. Вот девчонки вот здесь красивые. Решили с Денисом забрать их вечером. Вот. А так вот, блин, ходим-ходим, ничего не знаем, что показать. Как говорится, походить, посмотреть, поглазеть можно. Очень много, кстати, холодильников разных. Вот мы нашли. Вот, кстати, Дэн, я вот такой себе... Кстати, вот такой я себе хочу. Так, друзья мои, мы на стенде Дометик. Это производители холодильников, шатров. Сейчас консультант освободится. Я ищу себе холодильник для поездок, чтобы он, в принципе, и морозил, и охлаждал. Остановились на одной модельке, на интересной. Здесь два отсека. То есть можно один заморозить, грубо, что-то там, ну, как что-то, пельмени заморозить, там, рыбу заморозить, там, не знаю, что-то замораживать. А в другом отдельно настроить температуру, и он будет просто охлаждать, скажем. Ну, к примеру, допустим. Здесь замораживаем, там охлаждаем. Вот как вариант. Холодильники, говорят, очень прочные. Очень надежные. Работает от 12 и от 220 вольт. И, как говорят, что данные холодильники от 12 вольт до минус 20 нагоняют где-то за час-два. Вот интересно, правда это или нет. Обзоров я особо смотрю, сейчас подыскиваю, но ничего путевого найти не могу. Еще один холодильник мне понравился. Это вот такой. Можно, ребята, мы пройдем сейчас, секундочку, да? Мы сгибем сейчас. Мы сейчас пройдете, поменяемся местами. Опа. Вот такой холодильник. Этот холодильник работает... Это уже не как тот компрессорный. Этот не компрессорный, сейчас расскажут какой. Это не компрессорный вроде бы. Но, значит, он работает еще от газа. Это на 42 литра. Тот, по-моему, был на 90 с лишним. Здесь работает как от сети. И вот вход на газ. Консультант освободился. Зовут Сергей. Меня зовут, да, приветствую. Компания Дометик. Да, на стене Дометик. Сейчас он нам расскажет непосредственно про этот холодильник, которым я заинтересовал. Вот расскажите, как он работает, что, чего он творит, какие чудеса вообще, где он произведен и тому подобное. Значит, смотрите, да, компрессорный холодильник CFX-395 от компании Дометик. Дометик – это шведская большая компания, которая специализируется на производстве, разработке продуктов, так сказать, товаров для рынка Outdoor, чтобы мы с вами могли комфортно ездить, комфортно отдыхать, при этом, так сказать, с максимально оптимальными решениями. В частности, здесь у нас такая достаточно интересная модель компрессорного холодильника с двумя камерами. Вы можете здесь независимо настроить, как вам необходимо две камеры. Плюс, плюс, минус, минус, плюс, минус. Или там поменять совершенно... То есть, в одном заморозить, в другом, допустим, охлаждать колбаски, там упаду на серки. Да, совершенно верно. То есть, здесь вы можете заморожить продукты, здесь вы можете хранить какие-то напитки, в том числе в стекле, они у вас, соответственно, не замерзнут, не треснут. Все будет в том виде, в котором вам необходимо. В холодильнике есть отсеки для слива конденсата, в нем есть специальные корзины для более, так сказать, грамотного разграничения пространства. Питание у холодильника 12, 24, 220 вольт. То есть, в принципе, вы можете его в любом месте использовать, в том числе дома. К автомобилю подключается через обычный прикуриватель. Употребление достаточно низкое, порядка 1 ампера в час, да. Есть у него защита, допустим, чтобы он не разрядил аккумулятор, если бы мы забыли его отключать? Да, конечно, в каждом компрессорном холодильнике Дометик есть такая защита от разряда аккумулятора. То есть, он просто отключится? Отключится сам, да. Он опрашивает, так сказать, вашу бортовую сеть, смотрит, что, допустим, падает вольтаж, например, там 11,5 вольт осталось, да, и отключается сам. При этом у вас гарантия того, что вы сюда можете транспортные средства завести. От аккумулятора до какой температуры, как быстро он охлаждает или морозит? Значит, смотрите, если мы говорим про заморозку, обычно мы используем параметры для заморозки минус 10 градусов, при окружающей температуре плюс 25 градусов. Примерно за час он эту температуру вам сделает. От прикуривателя? От прикуривателя, да. Нормально? Да. Проверенное протестированное решение. Три года гарантия, пять лет на компрессор гарантия. Управление, в том числе, со смартфона есть, достаточно удобно. То есть вы можете, например, через смартфон, если у вас, например, стоит там где-то в конце транспортного средства, настраивать температуру, как вам уже необходимо, плюс ее смотреть. И самое главное, на смартфоне вы также будете видеть напряжение в вашей бортовой сети. Что тоже немного важно. Как эти холодильники вообще боятся перевозки, допустим, песка, там, я не знаю, что-то каких-то вот именно экстремальных условий? Специально разработано для австралийского рынка. Там наши коллеги используют их в достаточно экстремальных условиях, помимо высокой температуры, заталкивают их во внедорожник и покатушки по пустыне. С песком, с грязью, совсем тягающим последствиями. То есть он не засасывает песок и не боится. Нет, засасывает, не используется. То есть если я в Астраханской области его беру, мне интересует для Астраханской области, его ставлю, грубо там, куда же, по сути, вот, на... Ну, по сути, на песок его поставил. Без проблем. Все системы есть. У нее, смотрите, все порты защищены, все выходы защищены специально прорезиненными такими вот защелочками. Но порты, ладно, понятно. А именно, как будто он воздух, что за... А вот не засасывает, а компрессорный, понятно. Да, засасывает. У нее решетки есть, потому что все это защищено. Достаточно герметично сделано. Уже протестировано решение. То есть та потребность, которая у вас, она уже реализована здесь была. Интересно, достаточно давно. Что еще, какие интересные модели можете рассказать? Коротенько, если... Или как разводка на 90, слышно? 95 литров, у него объем брута, да. Полезный объем-то чуть меньше, порядка 88 литров, пока у него заявлено, да. Можно даже посмотреть, а 82 литра у него полезного объема, да, который можно использовать. Вибрусточивый компрессор, подсветка. Вот, у вас здесь, да, то есть темное время можно его открыть, приятный такой свет, здесь будет освещать каждую камеру, причем, да. Усиленная крышка, в том числе, и дополнительно термоизолирована она. При необходимости можно менять направление крыши, да, то есть вы можете перенавесить крышку в другую сторону, если вам нужно будет. Вот. Достаточно, так сказать, быстро они отсюда отсоединяются, для, так сказать, каких-то удобств по загрузке, то есть его просто можно отсоединить, и уже непосредственно здесь, так сказать, более удобно отсюда загружать. Улов свой, да, продукты какие-то. Вот так она обратно одевается, сюда. Не, не совсем. Точно не сел. Не села пока, да? Все, села. До щелчка, как говорится. На нем можно сидеть, стоять. Усильенная рама идет, металлическая. То есть можно еще больше, как диван. Сто процентов. Сто процентов. Понятно. Весит он, конечно, немало, да? 32 килограмма весит. Ну, это серьезная техника. А что-нибудь полегче для каких-то таких вот вещей? То же самое, только меньше объема. Только меньше объема. Да, это полностью бескомпромиссное решение. Самый популярный на текущий момент. То есть видов разных много. И еще у вас есть модель, которая работает еще на газу, да? Да, вы можете посмотреть электрогазовую модель. Электрогазовая модель. Но это не компрессорный, да? Да, он уже будет называться абсорбционный автоплодильник. А, вот абсорбционный. Поджиг, да. И включаем газ уже, соответственно, после этого положения. От электричества еще проще. Просто включаем регулировку и все. А есть такие, которые с внутренним баллоном? Да, есть такая моделька. У него будет здесь отсутствовать штуцер для редуктора. Будет отсек для картриджа. На сколько этого картриджа хватает? Примерно 17-20 часов. Одного картриджа. Нас просто интересует, вот водку мы взяли в катер поставили. Вот лучше получается тот с внутренним картриджем, да? Однозначно. А картридж стандартный, который вот следопыт, еще чего-то стандартный? Совершенно стандартный. А, стандартный. Как для туристических плит, вот это все, да? Да, да. Вообще отлично. Я такие даже, ты его не ею, в супермаркетах видел, там по 80 рублей они продаются. Люди просто набирают с собой. Вот там такой, допустим, лодку, если брать тоже, да? Да, сейчас их тоже нет. Вискарик туда. И он охлаждает с разницей примерно 27 градусов по отношению к температуре окружающей среды. Он даже может немножко сделать лед. Здесь специально есть к нему такой отсек для льда. Да, наливаете водичку, сюда кладете на испаритель этот лоток. И через примерно где-то час у вас будут кубики льда. То есть здесь у вас виски, здесь у вас льда. Отлично. Но он замораживает до какой? От баллона. По сути, это холодильник, не морозилка. Не морозилка. Он охлаждает, да. Но минус, в том числе даже в Астраханской области, у нас клиенты достигали в нем примерно где-то было минус 2 градуса. То есть холодильник в палатке, баллон на улице, открывают, там минус 2 градуса. Ну вот, друзья мои, которые два холодильника, вот, наверное, вот, ну, многим будет интересно. А цена вопроса? 25 тысяч. Это 25, а тот здоровый? Здоровый 115 тысяч. Надо копить. Так, смотри, у вас еще мебель, это тоже ваша вся мебель? Да, да, мебель. Мебель, с этого года представляем мебель. Вот нашим брендом. Ладно, мы сейчас походим, поснимаем. Я думаю, что... Снавискулья. Да. Шатри у вас, шатри у вас тоже, да? Палатки, шатры, дополнительные, так сказать, такие палатки для автодомов есть, там, для внедорожников. Программа, что все. Вы в розницу торгуете? Да, конечно. А как вас найти можно на интернете? Партнеры у нас занимаются продажей, а вообще можете найти на сайте Dometic есть дилерлокатор, и там есть все наши партнеры. Вот многим понравилась такая складная полевая кухня. Складывается в ней большой чемоданчик. С полочками, кстати, да? Да, с полочками, внутри полочки тоже есть. И вот такой чемоданчик у вас. То есть это тоже убирается сюда внутрь все полностью. Это складывается, да? Да, складывается все полностью. И вы с таким небольшим чемоданчиком путешествуете. Но место, смотрите, здесь достаточно много места для всего. Практически как в малогабаритной квартире. А там это что у нас получается? А это моечка такая небольшая. Рукомойничка, да? Да, такой моечка. Она занимается для необходимости. Вот, чтобы все вылететь, выпихнуть. Берзины в том числе есть. Сколько такой стоит? 18 тысяч. Все, мы с выставки с рыболовной уходим. Если там в том году не хватило аж трех дней, в этом году нам хватило трех часов. Зато сейчас мы пойдем посмотрим какие-то лодки, что-нибудь там, я не знаю, всякие ружьишки. Вон, ружьишки. Что-нибудь сейчас еще посмотрим. Надеюсь, что-нибудь найдем. Варежки только, кепки есть. Большой выбор зато вот таких варежек. Термуха. Только лод. По-моему, не буду. Литвуистический. Ножи. Это же фон. Ножи. Ножи. Лиши. Ножи. 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 Стоял, уход исчезает. Да. 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 Я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, крайне мало